Севастополь Мы должны помнить нашу победу, мы должны помнить тех, кто сейчас находится под землей, мы должны помнить те подвиги, которые совершали мы же на той войне ужасной. Испытание войной нельзя забыть, как нельзя забывать и День Великой Победы, рассказать о военных сражениях Черноморского флота языком песен и музыки. Именно так автор концертной программы Владимир Веницкий решил передать подрастающему поколению память о Великой Отечественной войне. Бушлаты наши черные от горя и тоски, морской приходит плакать, нам как-то не с руки. Ко мне подошел человек, еще тогда довольно молодой. Он меня похвалил за то, что я хорошо пою, но спросил, все ли я знаю о море. И начал свой рассказ о том, что море бывает разным. Он мне рассказал, каким оно было в войне. Это был моряк Черноморского флота. Бескозырка, пулеметная лента и победоносный флаг – символы морской боевой славы. Теперь их бережно будут хранить школьники сельского поселения Ершовское. Эту эстафету они приняли от Захаровского дома культуры в рамках проекта главы муниципалитета «Салют Победе», который проводится в нашем округе вот уже пятый год. Его смысл в том, чтобы молодое поколение как можно больше узнавало о военных подвигах солдат и моряков и чтило память о них. Мы с вами наследники Великой Победы. Мы с вами наследники наших великих предков, которые завоевали победу в Великой Отечественной войне. Мы будем помнить, мы будем чтить память героев и мы будем жить достойно. Валерия Ковач приехала из Венигорода, чтобы исполнить легендарный севастопольский вальс. Завершение концерта получилось фееричным и незабываемым, как салют Великой Победе. Севастопольский вальс помнят все моряки. Разве можно забыть мне вас, золотые деньки?